здравствуйте с вами снова александр я сегодня вам расскажу интересные новиночки от нового бренда oyster oyster вообще бренд новый но очень хорошо шагнул и завоевал симпатию потенциальных покупателей тех кто уже его купил это новый бренд и очень качественный бренд по соотношению цены и качества очень хорошее соотношение на мой личный взгляд вот и у них уже есть интересные прогулки но нет еще не было еще до этой модели oyster коляски для конкретно для путешествий хорошо заточенную коляску которая пройдет большинстве авиакомпании ручной кладью она легкая она весит 7 и 9 сейчас я проверю точно по моему до 7 и 9 до килограмм она относительно легкая и складывается очень просто маленькая удобная и что и самое главное она с трех месяцев не очень хорошие наклон спинки и максимальный вес ребенка она выдерживает 15 килограмм это называется колясочка oyster atom вот она собственно перед вами можете ее рассмотреть на мой взгляд ничего такая приятная колясочка вот давайте мы изучение начнем как обычно сверху вниз и посмотрим что она себя представляет что касается ручки ручка здесь я не нашел как она регулируется насколько я понимаю она никак не регулируется и обита она на мой взгляд это 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 кожа но она на ощупь такая скользковатая и даже напоминает немножечко очень мягкий пластик не знаю здесь просто про строчка есть такая сбивающая с толку ну принципе как бы то ни было ручка достаточно приятная на ощупь хват уверенный но немножечко скользковато но это так кстати вот у меня рост 186 сантиметров смотрите как она будет вам мне принципе отлично подходит так что касается козырька козырек здесь для такой коляски стандартный колясочки которые очень компактно складывается у них очень мало моделей вообще на самом деле который прям с большущим козырьком поэтому здесь вот такой классический нормальный козырек которого в принципе достаточно также есть смотровое окошечко с москитной сеточкой что вы могли взглянуть что там делает ребеночек вот и что мне нравится очень тихий козырек он не щелкает громко небольшой звук есть вот послушайте маленьких два щелчка но это никак не разбудит ребенка это не класс класс там громко ничего такого кстати сразу по тканям у остера очень хорошие качественные ткани очень плотные они не продуваемые если дождь пойдет надолго достаточно будет промокать вот ну в принципе это ничего страшного потому что у нее в комплектацию кстати входит и фирменный дождевик и даже есть накидка на ножки вот смотрите казалось бы коляска летняя но вдруг похолодало вы можете сразу воспользоваться накидкой на ножки вот так и зацепить и в холодное время года тоже гулять она накидочка такая толстенькая плотная утепленная поэтому казалось бы для путешествий но можно даже попутешествует где холодно вот в этом плане колесочка хорошо подготовленным так давайте теперь посмотрим сейчас с вами на само сидение сидение здесь регулируется с помощью наклон имеется для сидения регулируется с помощью ремешков вот сразу можете оценить какой угол наклона по моему вполне себе отличный но с трех месяцев все-таки конечно она должна быть почти горизонтальной вот и легко регулироваться кстати здесь можно если нужно отстегнуть вот эту вот часть и здесь мы получаем отверстие с москитной сеточкой но не до верха самого на половины бортик такой ребенок ну мало ли не выполз если он не пристегнут ремешками тоже в принципе очень даже годным что касается безопасности здесь все стандартно все понятно пятиточные ремни из везде мягкие накладки на паховой зоне и на плечевой все это есть и самое главное в большинстве колясок такого рода нет бампера здесь есть бампер и он с такой перегородочка между ног чтобы ребенок не сполз казалось бы ерунда но это очень полезная вещь подножка естественно у нас регулируемая бампер тоже убирается если нужно но в основном это нужно для того чтобы ее складывать чуть позже я вам покажу так давайте сразу посмотрим на багажник багажник принципе большой считаю для такой конструкции багажник неплохой очень такой вместительный глубокий единственное что он очень низко расположен и запаса от земли здесь немного может быть будете чиркать полным багажником а бордюры заезжая на них так что еще в принципе с багажником понятно по поводу колес колеса здесь естественно не надувные передние колеса у нас поворотные с амортизации с возможностью их заблокировать на плохой дороге сзади насколько помню тоже есть амортизация давайте проверим вместе ну да принципе колеса все с амортизации передние и задние давайте сразу про тормоз пока внизу рассказываю он самый удачный сверху нажимаем оба раза и снимаем и ставим тормоз очень удобно что касается самой рамы рама здесь металлическая по поводу качества я имею ввиду что касается очень хорошо собрано никаких люфтов зазоров вот она такая не создает впечатление хлипкости она одну плотненько так вся сбитая все аккуратно сделано это тоже очень здорово вот теперь давайте сильной и стороне именно о путешествии заточки под путешествие поговорим она складывается по идее одной рукой но предварительно нужно сделать манипуляцию нужно убрать бампер потом здесь сверху на ручке есть кнопочка для всех две на самом деле одна с левой стороны мы ее зажимаем внутрь и потом нажимаем большую и вот что происходит принципе коляска сложилась вот что мы имеем сложенном виде она достаточно компактная получилось ну единственно 7 и 9 килограмм есть конечно варианты полегче но эта коляска создает ощущение уверенности очень такая прочная колясочка и это того стоит на самом деле вот как это выглядит так чтобы разложить в этот момент когда вы сложите будет щелчок она заблокируется чтобы разложить обратно опять кнопочку нажимаем и все принципе как одним движением она складывается также и раскладывается вот принципе по большому счету все что нужно было вам рассказать я вам рассказал подытожу oyster я люблю бренд у них очень интересные модель очки есть не такой большой ассортимент бренд новые относительно но все же расширяются потихоньку развиваются и в нужном направлении на мой взгляд колясочка интересная получилось огромный и и плюс то что у нее сильно наклоняется спинка подобного рода колясках повторюсь не всегда так бывает здесь на козырек хотелось бы больше но с этим можно жить наклоняется и мы имеем бампер в комплекте очень здорово и кстати по амортизации не везде есть амортизации здесь амортизации на всех колесах это тоже здорово и складывается вы сами видели как так принципе если выбираете что-то такое легенькое для ребенка наверное я бы очень рекомендовал вам обратить на нее внимание не то что настоятельно вот только ее и все есть конкуренты достойны тоже нужно сравнить но у этой тоже очень много на мой взгляд плюсов относительно других колясочек вот видите как бампер ставится кстати вот по подножке здесь естественно тоже подножечко есть вот принципе все что хотел рассказать рассказал если это вообще видео было вам интересно полезно ставьте просто лайки этому видео обязательно подписывайтесь на канал это очень помогает мне делать для вас все больше новых качественных обзоров и спасибо первой коляске за то что предоставила на обзор нам костер атом спасибо а вам хочу пожелать хорошего грамотного выбора колясочки для вашего ребеночка и всего доброго до свидания